Она попадает в шерсть овечки, ветром ее переворачивает. Вот так вот она крутит. Она уже, ну, день пройдет, она до кожи доходит. И дальше идет через кожу, идет в легкие, там куда угодно, в сердце. И если лошадь пахнет, вот она все. Кобыль. Она с ней штаны попала. Да, с штаны любые. Она с ней попала туда, ее разворачивает. У нее, видишь, специально такое, как пропеллер. Ее разворачивает, она крутится, ее вонзается дальше. А для городского жителя, это, знаешь, ну, представь, красота. Когда он светет, он пушистый такой, разными цветами, в баночке у него в вазе стоит. Городской житель многое теряет. И она как-то, кассирво. Камень, длинный затолщенный, чтобы не пропал. Потом можно поднимать вот до этого уровня. Если кто-то за горошек, то мы не попали туда. Вот это мы устроили, вот это надо открыли. Каждый раз-то. Вода. Это вода, это стихия. Поднаперлая вода не умещается. А теперь под нами вот здесь вот камень лежит, а там доска. Там вон она идет, где. Вон доски идут. Здесь глина и камень. Чтобы отсюда, если пойдет, она туда не пошла, вот здесь шла. И не промыла, а по доскам отправили туда. Вот представь себе, как это все сделано. И вот эти доски, там две, они поднимают уровень. Володя, а там еще третья доска. Чтобы кто-нибудь залез туда, вытащить ее. Вытащите сюда, видите, на ту сторону. Вот сюда. А пусть их не ходи. Вот здесь. Вот здесь. Вот ее надо взять и узнать, какая она. Держи. А ну-ка, примерь, какая она ширины. Ну, маленькая. Вон туда ее опусти. Вертикально поставь. Вот так. И наклони на ту сторону. Да-да-да. Все. Волазь оттуда. Вон она у нас, где видишь камни. Вода оттуда там промыть не может. Она ударится и вот сюда должна пойти. Оттуда. Вот такой вот под нами идет доска наклоненная, просмоленная. Глина и сверху камни. Так, что говоришь? А это что идет такое? Это упало, стояло что ли? Да, это жерт. Ее не взять. Она вот так была, да? У нас тут преграда была. Ну, все размыло и еще она лежит на месте. Дальше не даст ей вот эти вот забитые сваи, они не дадут ей выйти. Вот, смотри. Такая работа проделана была. Ого. Она прорвала и его, наверное, один это задел. Я с наседей не могу понять. Так. Оттуда землю брала. Выходим. Слава Богу. Давайте помолимся. Коля, мы будем молиться. Давай Агафья с нами. Агафья Карповна. Боже, слава тебе. Супруга Аввакуума. Господи, хвала тебе. Мы умоляли тебя, Господи, сохранить наш труд от злых и негодных людей, от скота и зверей. И мы видим все в целости. Милость твоя великая, Господи, сохраняй и дальше, и пошли нам добрую рыбу. И люди, которые будут здесь, да будут благословенны. И сохрани это от зверей, скота и недоблых людей. Будь милостив нам, Владыка. Тебе единого вечного Бога. Хвала и слава. В честь и поклонение оттенок. Агафья. Агафья. Слава Богу. Боже, слава. А теперь гони со всей скоростью. С разгона вылетишь туда. Машина-то полный привод. Дно хорошее сделано. У-у-у, сколько тут туда положено. Лазили тут и муфли. Я разные-разные конструкции придумываю. Переходую, крестяп от машины, чтобы по днему было ехать. И деревянные на силы делать. Как войска проходили в Белоруссию. Не начиная делать, все отверт. А потом фильм посмотрел. Кавказский пленник Толстого. И там река горная сечет и вода. Я сказал, нам это так и сделать. Камнем забить. А забить это, я не знаю, машин 50 на работу надо было. А тут бульдозер как раз я нанял. И он все удавил туда. Погонял туда. Там удавлено. Ну и вокруг, перед тем, как камень положить, забили ряд свая. Их обрезал Роман. Каждая свая, это мы должны где-то найти дерево, подходящееся, едой хотя бы метра два с половиной. Ошкурить его. Заострить, промазать, забить. А потом его закрепить другими. И поэтому те, которые люди векают, у них в интернете или здесь у них ничего нет. Их никак нельзя взять. А мне могут сказать, вот это у тебя боком получилось. А вот это кривая. У нас очень легко критиковать. Вот этот пруд какой был. Вот рыба, которую едим, она поймана здесь. Я сюда рыбу разную завозил. С разных мест. У нас золотистый карась. Очень хороший. У него в спинке нет места. Вот этого косы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова .